МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Неделя до выборов. Дежурство на избирательных участках, съемки тематических передач и пикеты. Избирательная кампания в самой активной своей фазе. Сюрпризы небесной канцелярии. Зима наконец заявила о своих правах. В Беларусь пришли морозы, а снегопады ставили рекорды. На пути к мечте. В марте наш областной центр впервые в истории будет принимать континентальные соревнования легкоатлетов с нарушениями слуха. Все подробности этих и других событий и жизни региона расскажем в ближайшие 26 минут. До 18 февраля основного дня выборов местной советы депутатов осталось всего одна неделя. Дежурство на участках, съемки тематических передач и пикеты на городских улицах. Избирательная кампания находится в своей самой активной фазе. О ее ходе и особенностях. Специальный репортаж наших корреспондентов. Это одно из последних заседаний Гомерской областной комиссии по выборам депутатов местных советов. Среди основных вопросов организация работы участков для голосования. Анализируется все от обеспечения участков непрерывной телефонной связью до пожарной безопасности и охраны правопорядка. Проведен расчет сил и средств, задействованных для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на избирательных участках в период проведения засроченного голосования и в день выборов. Сотрудниками УВД, территориальных РУВД области проведены дополнительные занятия по изучению законодательства о выборах. Для проведения выборов депутатов местных советов в Гомерской области создано 1022 участка. Более 40 из них, расположенных в учреждениях здравоохранения и воинских частях, будут открыты только непосредственно в основной день выборов – 18 февраля. На остальных участках с 3 февраля организовано дежурство членов комиссии. Главная задача на этот период – помочь людям получить ответы на интересующие их вопросы избирательного законодательства и дать возможность узнать, внесена ли их фамилия в списки избирателей. Это особенно актуально для жителей новых микрорайонов. Люди прописываются периодически, вот даже в самое последнее время. И для того, чтобы им принять участие в выборах, они должны знать, записаны ли в списке или нет. Если так получается, что нет, значит, мы берем их данные и вносим их в список. Много очень новых домов сдается, и как бы эту ситуацию надо контролировать. К проведению выборов местные советы депутатов сегодня готовы во всех регионах Гомельской области. После Чернобыльской катастрофы Брагинский район мог вообще прекратить свое существование. Во всяком случае, в 80-х годах всерьез рассматривался вопрос о полном отселении нынешнего райцентра с последующим захоронением. Сегодня о тех планах не помнят даже многие местные жители. Среди кандидатов в районный совет представители практически всех профессий, существующих в районе, и их количество достаточно велико. Представители системы образования, есть представители торговли, есть представители культуры, есть представители сельского хозяйства, есть представители даже пенсионеров у нас, люди, которые на пенсии, и они выдвигают свои кандидатуры, достаточно активные люди, и такие у нас тоже есть. Жительница деревни Новая Иолча Брагинского района считается одной из местных долгожительниц. Сейчас ей идет 83-й год. Впрочем, несмотря на такой возраст, женщина еще работает на приусадебном участке, а зимой занимается любимым делом, пишет стихи и вышивает. 18 февраля Татьяна Шеин обязательно примет участие в выборах депутатов местных советов. В последнее время ко мне приезжают домой, мне далеко до километра три или два с половиной до участка, до выборчика. Так приезжают машины, и я голосую в эту самую урну. А иногда приезжают, забирают и везут на участок, так там голосую, но обязательно голосую. Что касается самих депутатов, то сегодня у них достаточно возможностей заявить о себе, начинает выступление на радио до организации пикетов. Правда, их количество часто ограничивается возможностями доверенных лиц. Кто-то из них более активный, кто-то менее. Однако, как показывает практика, пикеты достаточно эффективная форма агитации. Как можно более детально, глубже познакомиться с биографией кандидата, с его предвыборной программой. В свою очередь, во время пикетов мы просим граждан, чтобы они оставляли свои наказы, свои рекомендации для нашего кандидата. Ну и, конечно же, мы призываем всех проявить свою гражданскую позицию, прийти на выборы 18 февраля и оставить свой голос за своего кандидата. Вместе с тем, в областной комиссии по выборам депутатов местных советов отмечают часто не очень высокую активность претендентов на депутатские удостоверения. В качестве подтверждения приводится информация о создании кандидатами собственных фондов для проведения агитационной кампании. По областному совету где-то 25% кандидатов создали свои фонды, по районным советам это в районе 10% и по городскому совету тоже в районе где-то 25%. Еще одна проблема значительной части кандидатов в депутаты местных советов – слабые избирательные программы. Некоторые из претендентов просто не знают, как составлять подобные документы. Хотя, возможно, здесь есть и другая сторона медали. Если ничего конкретно не обещать, то выполнять ничего не придется. Является ли это программой? Когда там общие фразы написаны, значит, я буду делать то-то, я буду добиваться равноправия, я буду добиваться справедливости. Но это же, как бы сказать, это же не программа. Поэтому надо кандидатов в депутаты провести курс, вот, может быть, значит, или специальные курсы. Как правильно составить программу и что такое программа? Вот, значит, конкретный пункт, дата, источник средств, значит, его участие в реализации этой программы. Такая позиция некоторых кандидатов становится поводом для дискуссии участников ток-шоу «Главная тема» телерадиокомпании «Гомель». Передача готовится к эфиру 12 февраля на канале «Беларусь4.Гомель» в 19 часов 20 минут. Журналисты и гости студии не только отвечают на, пожалуй, главный вопрос, почему нужно идти на выборы, но и обсуждают конкретные ситуации, имеющие самые непосредственные отношения к этой теме. Что такое местная власть? И что конкретно могут сделать для своих избирателей депутаты местных советов? Насколько эффективно могут работать в таких структурах молодые люди? И почему большинство претендентов на депутатские мандаты в Гомельской области – женщины? С точки зрения гендерного равноправия это хорошо. То есть, когда мужчины и женщины, они взаимодополняют друг друга в своей вот работе. Но, наверное, есть в этом и тревожный звоночек. Наверное, просто мужчины, они, наверное, где-то боятся лишней ответственности. И женщины, они сегодня более активны. И сегодня можно наблюдать даже всплеск женской политики. Наверное, гендерный состав местных советов действительно может оказать влияние на принятие решений. Однако сегодня главное все-таки не это. Согласно действующему белорусскому законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Нижнего порога явки избирателей в данном случае не существует. Даже несколько пришедших на участки человек могут определить судьбу региона на ближайшие годы. Выбор сделаете вы. Или кто-то его сделает за вас. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. 2018 год в Беларуси объявлен годом Малой Родины. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики. Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли. Церемония вручения государственных наград, возможность отметить заслуги тех, кто работает на земле и в целом всего агропромышленного комплекса. Среди награжденных есть и наши земляки. В частности, за многолетний плодотворный труд, профессионализм, достижение высоких производственных показателей, Орден Отечества Третьей степени вручен директору сельхозпредприятия Брилева Гомельского района Аркадию Кобрусеву. Благодарностью президента и подарочными сертификатами отмечены заслуги коллективов сельхозпредприятий, в их числе совхозкомбинат «Заря» Мозорского района. На итоговой коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома продемонстрировали реализованные проекты в социально-культурной сфере и назвали приоритетное направление идеологической работы на 2018-й. В год Малой Родины особое внимание будет уделено поддержке местных инициатив в создании условий для улучшения качества жизни населения. Музей хлеба в Чичерском районе, Центр ткачества в Будокошелевском, Экомузей целебных трав в Рогачевском – лишь небольшой перечень учреждений, открытых в регионе. Причем некоторые из них приобрели общереспубликанскую известность. Октябрьский районный дом «Ремесел» в этом году получил специальную премию президента Республики Беларусь за сохранение и развитие ткацких традиций и активную выставочную деятельность. В Гомеле прошел торжественный прием в честь столетия со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних. За свою историю комиссия неоднократно меняла название, однако суть работы остается неизменной и сегодня. Это в первую очередь защита детей и проявление внимания со стороны государства к их жизненной ситуации. Сегодня невозможно подсчитать, сколько семей и детских судеб спасли сотрудники комиссии. Знаковым событием в работе с детьми и подростками стал подписанный в ноябре 2006 года декрет президента номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Кроме того, сегодня в Гомельской области полностью отказались от детских интернатных учреждений общего типа. Несовершеннолетние, попавшие в трудное положение, направляются в опекунские и приемные семьи, а также становятся воспитанниками детских домов семейного типа. По статистике, за последние 10 лет в три раза снизился уровень подростковой преступности, значительно сократилось количество случаев гибели детей. В Гомельской области сбор на финансирование государственных расходов возвращен более чем 3 тысячам граждан. Об этом сообщили в налоговой инспекции. Возврат производится на основании письменного заявления с предъявлением паспорта или документа удостоверяющего личность. Заявление может подать и представитель заявителя на основании доверенности. Срок возврата денег – один месяц со дня подачи заявления. На этой неделе зима наконец заявила о своих правах. Плюсовая температура сменилась крепкими морозами, а снегопады ставили рекорды. В некоторых районах всего за сутки выпала декадная норма снега. Разгребать последствия в прямом и переносном смысле пришлось коммунальникам и другим службам. Чего ждать от следующей недели, узнали наши корреспонденты. Зимой снега не допросишься. Избитая претензия на этой неделе была явно не к небесной канцелярии. Напротив, с количеством осадков она немного переборщила. Проблему в виде больших сугробов подбросила в минувшее воскресенье, а уже в понедельник эта тема напомнила новостные ленты не только региона, но и всей страны. Буквально за сутки на Гомельщине выпало столько снега, сколько по норме должно быть за 10 дней. Рекорды зафиксировали в двух точках – областном центре и Мозыре. Как снег на голову, эта проблема свалилась на коммунальные службы, ведь до этого на термометрах держался плюс. И это был прекрасный повод расслабиться. Однако технику, как и сани, ЖКХ подготовила еще летом. Снегоуборочные машины выехали на линию оперативно с началом снегопада. В полном составе работали в воскресенье, при этом впервые за эту зиму появилась необходимость привлечь технику сторонних организаций. За неделю израсходовали более 6,5 тысяч тонн песчано-соляной смеси. При этом в усиленном режиме техника организации ЖКХ работает до сих пор. В работах было задействовано 339 единиц техники, в частности 37 пескоразбрасывателей, 277 снегоуборочных машин, в том числе 10 единиц было привлечено сторонних организаций, 12 погрузчиков и 13 самосвалов. Утро понедельника было вдвойне недобрым и для сотрудников МЧС, ведь и накануне пришлось хорошенько попотеть. Вместе с количеством снега у спасателей прибавилось количество вызовов. Такая же рабочая картина и у энергетиков. Сильные снегопады оставили без электричества 91 населенный пункт Гомельщины. Зафиксировано повреждение 35 воздушных линий электропередачи. Все отключения электроэнергии ликвидированы оперативно. Над этим работали почти полсотни бригад. В целом по Беларуси за 1 феврале снежные сутки электроснабжение нарушалось в 322 населенных пунктах. Свой отпечаток в прямом смысле погода наложила и на некоторые автомобили. Из-за сильных порывов ветра и снегопадов были случаи падения деревьев. В результате повреждены 13 легковых автомобилей. К счастью, пострадавших нет. Работниками МЧС из-за отключения электроэнергии в трех районах области оказывалась помощь передвижными дизель-генераторами. Извлечено из снежных заносов 3 автобуса и 2 автомобиля. Из кюветов извлечено 9 автомашин. Также 4 раза выезжали на распиловку упавших деревьев и освобождению проезжей части в Гомельском, Речицком и Мозорском районах. В стороне от стихии не остались и правоохранительные органы. С приходом снегопадов госавтоинспекция ввела план погода. Согласно ему, сотрудники ГАИ перешли на усиленный вариант несения службы. Выехали на патрулирование главных магистралей региона. При обнаружении заносов тут же сообщали коммунальным службам, где нужно расчистить проезжую часть. Пришлось оказывать помощь и водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Кто-то оказался заложником замерзшей машины, кого-то и вовсе пришлось вытаскивать из кювета. Только за первые снежные сутки было зафиксировано более 20 фактов оказания такой помощи. Что касается статистики ДТП, то и здесь погода внесла свои коррективы. На этой неделе в сутки в среднем регистрировалось примерно 40 дорожно-транспортных происшествий. При этом в большинстве случаев главной причиной было несоблюдение дистанции скоростного режима. В ГАИ отметили, что самые отчаянные пытались на этой неделе ездить на летней резине. В одних случаях это заканчивалось мелкими ДТП, в других – выписанными штрафами. Только в будние дни на дорогах региона было остановлено 60 таких водителей. Казалось бы, проблема из воздуха и воды. Однако, чтобы противостоять, ей порой нужны большие человеческие ресурсы. К слову, виновником этой проблемы послужил циклон, который пришел на гомельщину с соседней Украины. По словам синоптиков, в первый же день он принес в регион декадное количество осадков. Местами полторы декадные нормы. В гомеле такое количество осадков в последний раз выпадало 70 лет назад. Нетипичным был и температурный режим. Температурный фон был ниже нормы климатической на 2-7 градусов. А в самую холодную ночь, 6 февраля, морозы усиливались до 12-16 градусов. 8 февраля потеплело в связи с поступлением с территории Украины более теплой и влажной воздушной массы. И температуры воздуха стали уже выше климатической нормы на 2-4 градуса. К слову, начало следующей недели суровым быть не обещает. В понедельник плюс 1 и без осадков. И в целом в ближайшие 7 дней, за исключением субботы, снегопады не предвидятся. Дневные температуры будут колебаться от плюс 2 до минус 2. Ночные от минус 2 до минус 8. Анна Ковалева, Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели. Далее в программе обзор культурных событий. В Гомеле на уходящей неделе состоялся третий международный фестиваль света «Гомель Лайтфест». Своё творчество представили коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России и Украины. Лучшие номера участников и специально приглашенных гостей можно было увидеть на галоконцерте во Дворце культуры железнодорожников. Также во время проведения международного фестиваля света был организован ряд весьма впечатляющих и в то же время безмерно занимательных мастер-классов. За культурной жизнью региона всю неделю наблюдала Вероника Ворошилина. В картинной галерее Гавриила Ващенко звучали известные эстрадные композиции в исполнении блистательной солистки областной филармонии Елены Гостинской. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина открылась выставка уникальных литературных изданий из фонда редких книг и книжной коллекции князей Паскевичей. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена сейчас можно лицезреть живописные произведения талантливого гомельского художника Владимира Евтухова. Прямо сейчас вашему вниманию калейдоскоп наиболее ярких культурных событий уходящей недели. Его стихов «Пленительная сладость» выставка с таким загадочным названием открылась в Угомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. Экспозиция посвящена 235-летию со дня рождения великого классика русской зарубежной литературы Василия Андреевича Жуковского. Он один из основоположников романтизма в русской поэзии, перевозчик, литературный критик и педагог. Автор слов Государственного гимна Российской империи, Божий царя храни и творческий наставник Александра Сергеевича Пушкина. На выставке представлены уникальные издания из фонда редких книг и книжной коллекции князей Паскевичей. Многие из них вышли еще при жизни Василия Жуковского. А в картинной галерее Гавриила Ващенко любители музыки эпохи ностальжи собрал концерт «Бабочки на снегу». Он прошел в рамках проекта «Муз-арт», организованного совместно галереей и Гомельской областной филармонии. В исполнении лауреата международных конкурсов Елены Гастинской звучали известные советские зарубежные эстрадные композиции. Концертная программа проходила подживой аккомпанемент фортепианной музыки в исполнении Дмитрия Будяну. В галерее звучали лирические композиции, погружающие зрителей в атмосферу зимней прохлады, но вместе с тем окутывающие гостей душевным теплом артистов. Третий международный фестиваль света «Гомель Лайтфест» на уходящей неделе собрал в областном центре любителей поистине ярких впечатлений. Его участниками стали творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России и Украины. Причем они демонстрировали не только номера с использованием специального реквизита и костюмов. По сути, на сцене развернулись эксперименты со светом на границе эстрадного и циркового искусств. Действие действительно впечатляющее и захватывающее. Следующая неделя нам также подарит немало интересного, тем более, что приближается такой романтический праздник – День Святого Валентина. Гомельский областной драматический театр приглашает зрителей на комедию «Отель 18 плюс» с участием заслуженных артистов России. На сцене развернется любовный квадрат, в котором комические перипетии судьбы позволят главным героям разобраться в своих чувствах и желаниях и ответить на извечный вопрос, в чем заключается простое человеческое счастье. Здесь же в областном драматическом театре в День Святого Валентина состоится концерт «Лав-Из» с участием музыкантов гомельских городских оркестров. Они подарят зрителям незабываемую романтическую атмосферу и лучшие музыкальные композиции, которые всколыхнут чувства любящих сердец. А во Дворце культуры металлурга в Жлобине на следующей неделе состоится концертная программа «Точь-в-точь о любви». Зрители ждут впечатляющее перевоплощение артистов района в звезд мировой сцены. Обзор наиболее ярких культурных событий для вас подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». Сегодня в Гомеле завершается чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытом помещении среди спортсменов с нарушениями слуха. Областной центр выбрали для проведения этого турнира не случайно. Чемпионат страны – это генеральная репетиция перед чемпионатом Европы. В конце марта Гомель впервые в истории будет принимать континентальные соревнования легкоатлетов с нарушениями слуха. Гомельчане на домашнем турнире быть в роли статистов абсолютно не намерены. За кого мы будем болеть на чемпионате Европы, узнавал Максим Савин. Гомельчане будут бороться за медали грядущего чемпионата Европы в прыжках в длину, высоту и в тройном прыжке. Заслуженный тренер Беларуси Владимир Кацура свою команду прыгунов характеризует так – сплав опыта и молодости. Под его руководством к домашнему чемпионату Европы готовятся четыре атлета. Маргарита и Роман Гралько в особом представлении не нуждаются. Брат и сестра из Гомеля за годы выступлений собрали внушительную коллекцию наград чемпионатов мира, Европы, а также дефлимпийских игр. Александр Майстренко и Владлена Зубрякова впервые выступят на чемпионате Европы среди взрослых. При этом новичками на международной арене их не назовешь. Это молодые, это Майстренко, Александр и Шупрякова, Владлена. Они являлись чемпионами Европы третьего юниора. Они впервые туда попадались в команду в Беларуси по легкой атлетике в третий тротник. Пусть они попытаются показать хорошие результаты. И это самое главное, что это первый шаг в большом борьбе. На помощь домашних стен гомельские атлеты надеются. Впервые придется выступать перед родными трибунами на столь масштабном старте. Это одновременная большая ответственность и мотиватор. Наперед не загадывают и прогнозов не делают. Обещают одно – бороться до конца. Рад, что соревнования будут проходить в Гомеле. Думаю, что наши стены будут нас защищать. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха будет проходить с 20 по 24 марта. Подготовка к историческому для Гомеля событию идет по плану. Весь комплекс необходимых мероприятий практически выполнен. Чемпионат Беларуси – это последняя репетиция перед континентальным первенством. Практически все силы, которые связаны с подготовкой дателек соревнований такого уровня, они задействованы. Но мы хотим, чтобы чемпионат прошел на должном уровне. Здесь уже проведена большая работа. Сейчас, за последний месяц, я думаю, все оставшиеся практические вопросы будут решены. Наши, лучшие спортсмены, имеют очень быстротый авторитет на международной арене. Поэтому многие представители многих государств просили, говорили, хотели, чтобы именно в Беларуси провели чемпионат Европы. Сейчас, через месяц, это, надеемся, осуществится. Можно не сомневаться, что грядущий чемпионат Европы по легкой атлетике среди сурдоспортсменов станет настоящим праздником. Атлеты будут показывать высокие результаты и радовать красивыми победами. А трибуны дворца легкой атлетики будут заполнены под завязком. Ведь всем известно, как в Гомеле умеют болеть. Максим Савин, Валерий Гопанько, Михаил Рабков. Новости недели. В Гомельской областной библиотеке имени Ленина сложилась традиция приглашать для общения с читателями необычных гостей. На уходящей неделе состоялась очередная встреча. На этот раз с четвероногой гостей, собакой по кличке Майя. Какая роль отводилась четвероногому другу, знает наш корреспондент Светлана Князева. Западносибирская лайка по кличке Майя вместе со своими хозяевами направляется в областную библиотеку имени Ленина. Сотрудники библиотеки пригласили ее для участия в акции «Читаем собаки». Причем в мероприятии Майе отвели главную роль. Майя живет в семье Васильевых вот уже 7 лет. Хозяйка говорит, что несмотря на то, что их собака относится к породе охотничьих, она абсолютно миролюбива. А с появлением в семье ребенка она и вовсе стала образцом ласки и терпения. Так что, Майя, я думаю, нам с тобой смело можно отправляться к детям. Традиционная, но по-прежнему необычная акция «Читаем собаки» проводится в отделе литературы на иностранных языках. Питомец семьи Васильевых действительно сумел расположить к себе детей. И с ролью слушателя Майя справилась безукоризненно. Даже книги она выбирала самостоятельно. Собака в том-то и прелесть этой акции, она очень благодарна слушателям. Ей совершенно все равно, как ребенок читает. Быстро, медленно, с ошибками, без ошибок. Она слушает, и собака – это своеобразный мотиватор, после которого читать хочется. Вот это самое главное. А правильность приходит потом. Пока одни ребята читали, другие рассматривали книги необычных форм, собирали пазлы, экспериментировали с набором технического творчества. К примеру, проверяя, проводят ли номерки из гардероба электрический ток. После чтения участники акции пообщались с Майей. И за ее любовь к книгам пожали ее крепкую лапу. Мне понравилось читать собаки, как она меня слышит. Мне понравилось здесь быть. Майя, она очень дружелюбная. Мне понравилось ей читать. Она очень красивая, милая, спокойная. Слушает команды. А еще мне сегодня понравилось играть на конфетном пианино, читать комиксы и смотреть книжки 3D. Отзывы детей говорят сами за себя. Мероприятие удалось. И хоть штат сотрудников собаку взять не смогут, как, например, в библиотеках Финляндии, работники Ленинки надеются, что акция «Читаем собаки» будет иметь продолжение и подарит посетителям еще много положительных эмоций. Светлана Князева, Михаил Рабков. Новости недели. На этом у меня все. Следующее воскресенье, 18 февраля, служба новостей на протяжении всего дня будет информировать о ходе выборов. Не забудьте и вы посетить избирательные участки. До свидания. И оставайтесь на «Беларусь-4-Гоме». Редактор субтитров А.Семкин